Ирина Грачева, Нью-Йорк. Ты знаешь, когда мы увидели ПМД Нью-Йорк 20... О, здравствуйте. 20-24, я подумала, что это не только наши мечты сбились, чтобы увидеть эту, ну я бы сказала, гонку. Для тебя это были 2 мили, это несерьезно. А для людей здесь, особенно на Governor's Island, это было такое зрелище. Что для тебя Нью-Йорк, что ты чувствуешь в Нью-Йорке? Я удивлена, насколько хорошо я себя чувствую в Нью-Йорке. И у меня происходит какой-то коннект, какая-то связь с Петербургом почему-то. Да, но ты же как раз, как говорит родницкий, петербуржанин. Петербурженка. Да, петербурженка. Более того, да, я девочка с Васильевского острова, и для меня почему-то наш Васильевский остров чем-то напоминает наш питерский Манхэттен. О, вон она что-то. Да. Ну и близостью к воде, наверное, тоже. Близостью к воде, формой, то, что омывается он со всех сторон. Вот он для меня какой-то вот немножечко Нью-Йоркский почему-то. Хотя, конечно, Петербург, он совершенно другой по ритму, совершенно другой по атмосфере, совершенно другой, наверное, даже по цвету. Ты знаешь, 27 лет в парусном спорте. Получается, глядя на тебя, ты настолько юн выглядишь, то есть в парусный спорт ты пришла с пеленок. И чем это обусловлено? У тебя мама яхтсмен или папа засыпал и просыпался с журналом о яхтах? Да и вообще были ли тогда, даже если вы с начала 80-х, наверное, были уже журналы о яхтах, да? Динозавров уже не было, я помню. Не было, но мне кажется, что первые журналы о яхтах, такие вот глянцевые журналы, появились все-таки в 90-х, даже в конце 90-х. И я помню, я смотрела еще, читала статьи и какие-то видео про кругосветные гонки. Это была гонка, когда еще называлась Витбрад, сейчас она называется в Ocean Race. И тогда это казалось какой-то вот совершенно недостижимой высотой. Туда очень хотелось попасть, мы прямо засматривались на эти красивые яхты, как они были. Там такая была динамика. И когда мы думали с моими товарищами о том, что это все в океане, о том, что это все вокруг света, даже представить невозможно было, что можно оказаться очень близко к этому. Ведь яхты класса Аймока, на которых мы сейчас ходим, теперь участвуют именно в этой самой Ocean Race. То есть сейчас у нас происходит такая вот связь нашего флота, одиночного флота, с самой, наверное, известной в мире кругосветной гонкой. И в ней тоже можно будет поучаствовать, я надеюсь. Это твоя мечта. Да, но моя мечта сделать кругосветку в одиночке, в одиночку. И Ocean Race, конечно, это могло бы стать прямо еще и вишенкой на торте. А если возвращаться к твоему вопросу про родителей, кто с какими мечтами засыпал, то я первая в своей семье, кто занимается парусным спортом. И единственное, родители, они были рады, что это произошло в моей жизни, в жизни моей сестры. Моя сестра тоже начинала вместе со мной, но потом достаточно быстро бросила. Это были 90-е годы, и родители были рады, что можно нас летом отвезти в такое замечательное место, как яхт-клуб, чтобы мы были на воде, чтобы мы были под присмотром тренера, чтобы мы гуляли на свежем воздухе. Да я тоже подумала, что воздух тоже не маловажный. Да, чтобы мы занимались спортом, чтобы мы узнавали что-то новое. И вот это была уникальная возможность, тогда это была государственная программа. То есть даже не надо было за все это платить. Ты знаешь, наверное, ни одна государственная программа все равно не привлечет и не удержит детей, если нет человека, на которого магнитишься. То есть, видимо, у тебя в этой государственной программе по детству был человек, на глаза которого ты пришла. У нас была замечательная тренер, абсолютно фееричная. Она, мне кажется, стала первым человеком, который именно привил во мне и во многих ребятах нашего выпуска, потому что очень многие из нашего выпуска продолжали и продолжают заниматься парусным спортом. Так вот, она привила нам любовь к этому делу, она привила нам понимание, что, наверное, для меня сейчас это одна из самых важных мыслей, что вот эти вот выходы на воду, что то время, которое ты проводишь с яхты, это награда. И ты вкладываешься, ты работаешь, ты эту яхту готовишь, ты ее чинишь, ты ремонтируешь, ты вкладываешься в паруса, вкладываешься в свои знания и в награду получаешь вот эту вот возможность быть на воде, эта возможность соединиться иногда со стихией, почувствовать азарт, побороться. И сейчас у меня всегда именно такое отношение. Когда я нахожусь на воде, я очень сильно благодарна тому, что это происходит в моей жизни. Послушай, а она уже знает, что у тебя 25 тысяч морских миль одиночных, 40 тысяч морских миль просто пройденных тобой. И уже сколько раз ты пересекла Атлантический океан в частности. И мы с Горни, она в курсе, ты приходила, ты рассказывала, ты делаешь мастер-классы сейчас с теми, кто мальчишками и девчонками, которые в твоей парусной школе. Давай назовем сначала имя моего тренера. Это Волкова Алексеевна. Когда мы пришли в яхт-клуб, она была уже достаточно пожилым человеком. Сейчас она уже не тренирует, она давно на пенсии и была. И некоторое время назад она, к сожалению, нас покинула. Но мы с ребятами приезжали. Я не могу сказать, что часто, мне хотелось бы приезжать чаще, но мы приезжали, рассказывали о наших успехах. Она была очень сильно рада, очень гордилась. И она знала до последнего, что у меня действительно получилось сделать какой-то прорыв. И когда я рассказывала еще тогда о своих рекордах, это были рекорды скорости на классе 40, и мои первые задумки с мини-трансатом. Я приходила к ней в гости, я ей об этом рассказывала. Я помню, насколько светились ее глаза. Это было потрясающе. Мировой трансатлантический рекорд скорости от Бермуд до Плимута в 17-м году на лодке класса 40. Скажи, а мировой рекорд по времени это сколько? От Бермуд до Плимута. Тогда мы, я сейчас уже точную цифру не назову, тогда мы этот рекорд установили, потому что мы были первой однокорпусной яхтой, которая шла этим маршрутом. А у нас это заняло чуть больше 13 дней. Да. Вот, то есть, в принципе, можно было бы... 18-й год. Да, это был 17-й год. Вроде бы можно было бы и побыстрее, но если учесть, что яхта у нас была не очень большая, 40 футов, что мы были вдвоем, не экипажем, в общем-то, это был вполне себе достойный результат. Я пока не буду касаться той трансатлантической гонки мини-трансатка 2019 года. Просто сейчас скажу, что в 21-м году одиночная трансатлантическая гонка, мини-трансат, четвертое место и первая женщина на финише. Что для тебя это победы? Эти победы. Ты спортсмен? Да. То есть, это престиж, это цель? Для меня этот спорт – это победа над собой. Наверное, это самое важное. То есть, я не могу сказать, что престиж играет большую роль. Чистолюбие? Я бы сказала, скорее, вызов себе. Зачем? Доказать себе, чего ты стоишь, посмотреть, на что ты способен. И интереснее, ну, надо всегда себя, не надо, но мы всегда себя с кем-то сравниваем, да? И в этом классе, в классе мини, на старт выходит, на старт мини-трансата выходит по 90 лодок. И действительно, какие-то победы, какие-то успехи могут тебе показать, что вот все твое время, которое ты на это потратил, весь твой жизненный путь, он был пройден не зря. Потому что ты же выигрываешь не как в лотерею, да? Ты выигрываешь, потому что ты в какой-то момент стал сильнее, потому что ты сделал меньше ошибок, чем другие. В какой-то момент ты был чуть-чуть смелее, в какой-то момент у тебя было чуть-чуть больше знаний. И это все твои результаты, которые можно смело взять и признать. У тебя очень высокая планка. Потому что если ты мастер спорта, а теперь ты еще получила премию «Яхтмен года» в 17-м, 20-м, 21-м годах, и еще ты чемпионка Франции в одиночном парусном спорте в 2020 году. То есть это все только для того, чтобы доказать себе, что ты по праву принадлежишь к парусному спорту и занимаешь свое место? Не совсем так. Тут очень много аспектов, мне кажется. В парусном спорте это считается мужской вид спорта. Это технический вид спорта, он трудный. И в самом начале своей карьеры, когда я попала на килевые яхты, у меня были нюансы, когда мне действительно нужно было даже отвоевать немножечко свое место в мужском экипаже и доказать себе, доказать другим, что несмотря на то, что я девочка, я могу, я достойна. И все может получиться. Но эта тема у меня уже сейчас не актуальна абсолютно. В какой-то момент я ее переросла, наверное, в какой-то момент я была признана, принята, и мне было это очень важно. И именно благодаря этому принятию я смогла двигаться дальше уже в более спокойном формате. Тема эмансипации вообще, мне кажется, сейчас не стоит. Сейчас поднимается очень много других тем и вопросов, в частности гендерных. Но, мне кажется, в хоккее и в парусном спорте это области спорта не тронуты этими темами. Я знаю, что хотела спросить. Вот одиночество в одиночном парусном спорте, да? Одиночество, одиночный спорт. Доказать себе, быть на равных с мужчинами. Есть ли там женское братство, как мужское братство? Или спортсмены, а не все спортсмены? Сестринство. Да, мне кажется, есть. Есть сестринство, есть очень много программ сейчас в Европе, в Америке, ну вообще по всему миру, которые занимаются именно тем, чтобы поддержать женщин, чтобы дать им возможность участвовать наравне с мужчинами. Во многих классах сейчас обязательно иметь девушку на борту. Мне эта история одновременно и нравится, и не нравится. Мне нравится, что девушки получают свои места, но мне хочется, чтобы они получали их, чтобы экипаж мужской, который берет девочку, подходил к этому так, что они берут ее за... Не потому, что она девочка, и это прописано в документах, что девочка должна быть на борту, а потому, что она действительно хороша, и потому, что она действительно выполняет свою работу на достаточно высоком уровне. И я заметила, что одни из лучших экипажей бывают, вот именно в Дабле, например, это микс-экипаж, мальчик и девочка, потому что на самом деле нельзя нас совсем поставить, сказать, что мы все равны. Мы действительно разные. Мы разные физически, мы разные психологически, но нельзя сказать, что кто-то из нас сильнее или слабее. У каждого свои сильные стороны. И когда, допустим, в дисциплине Дабл удается эти сильные стороны сочетать, то может получиться очень гармоничный, целостный экипаж, который может привести лодку вот в таких океанских условиях к финишу быстрее. Получается, что ты обладаешь лидерскими качествами, у тебя стратегический склад ума, поэтому для тебя в приоритете именно одиночный пастопарусный спорт. Ты рулишь собой, рулишь ситуацией, и тебе человеческий фактор рядом не нужен. Я спокойно хожу в экипаже. Ты сейчас кошпикером была при переходе в ТрансАд-2024, то есть там было два прекрасных молодых человека. Я на самом деле получала всегда большое удовольствие от хождения в экипаже, но мне как-то в какой-то момент хотелось знать, от чего я стою. Потому что, ты знаешь, вот люди собрались экипажем, у них яхта, она сама по себе сложная технически, у них навигация, навигация предмет сложный, у них метрология, тоже история в себе. И вот, допустим, пять человек. И как ты можешь понять, вот твой вклад, он где начинается, где заканчивается? Может быть, ты там шаг назад делаешь для этой команды, да? И именно поэтому я начала, я попробовала заниматься в одиночку, я попробовала сделать свой первый одиночный проект, потому что мне очень хотелось понять, кто я, чего я стою, что я могу. И если мы говорим о океанской одиночной яхте, то это же очень целостная вещь, да? Дальше какая штука. Доказать себе, да? И так или иначе, барусный спорт всегда во флёре романтики. Отвага, ветра, наполненность парусов, добрыми ветрами, я надеюсь, добрыми, сейчас мы поговорим о твоём приключении в 19-м году. Фильм «Искатели приключений», который я когда-то посмотрела в детстве и почитала с папой книгу, для меня это обязательно, вот это что-то связано ещё с вот этой романтикой. Одиночное плавание, когда ты пересекаешь океан или почему-то сейчас стремишься в Винди-Глоб 1932 года, да, 1928, я понимаю, мы вместе с тобой будем стремиться, за тебя абсолютно точно, но это же опять одна, и это же опять на сколько времени. И как ты принимаешь эти решения? Неужели никогда не тянуло в романтику создать семью, детей, дом? Мама, в конце концов, ждёт, наверное. Ты сразу много вопросов задала. Оно об одном. Да, об одном. О женской сущности. Вот это её дело. О каком? Мне кажется, вот она, моя женская сущность, сидит сейчас всё равно перед тобой. На самом деле, на яхте действительно иногда кажется, что нет места тому, чтобы проявить себя именно вот как девочка, да? Тот же самый маникюр. Сейчас мне благодаря тебе удалось делать какой-то красивый маникюр. Да, но как только я ступаю ногой на яхту, я тут же понимаю, что ногти мои передают негодность через там пару часов. Хорошо. За сколько ты... Это отступление, ты сейчас продолжишь. Не забудь. За сколько вы пересекли на венгерской лодке океан три недели назад? Опять же, те же самые 13 дней. За 13 дней? Да, да. Я никогда не забуду, как твой замечательный шкипер Саби взял твою руку через два часа после того, как вы придокались. Взял и сказал, да, посмотрите на ее руки. Она только что прошла Атлантический океан. То есть это было реально руки женщины. И я не понимаю, для тебя, наверное, то, что маникюр, а для них рядом они не переставали никогда быть женскими руками. Да, действительно так. Но, знаешь, когда я одна, я об этом не очень много думаю. Я просто делаю то, что нужно делать. Я делаю все, что нужно для лодки, я делаю все, что нужно для стратегии, я делаю все, что нужно для безопасности. Просто таких мыслей нету. Они приходят уже на берегу. Если я пытаюсь задать себе вопрос, вот действительно, то, что ты задала о семье, о детях, о реализации себя как женщины, то мне не хочется поступаться. То есть мне не хочется выбирать либо то, либо другое. Мне не очень хочется смотреть на это все как на черное и белое. Либо то, либо другое. И бескомпромиссно. Мне бы хотелось всего. Я большой максималист и, если честно, я не вижу, почему я должна выбирать. А от любви не бежишь? От любви нет. Нет, это не компенсация того, что ты сбежала от любви. Вот эти все спортивные победы, это нет. Мне нравится жить моей интересной жизнью. Мне нравится делать то, что я делаю. Сейчас задаю вопрос как кутузу в гусарской балладе. Почему ты в армии? Может быть, ты помнишь? Ир, ну теперь о том самом, что, наверное, определяет благополучие в океане. Я помню историю с бананами, рассказанную Володей Кулиниченко. Кстати, спасибо ему огромное за нашу встречу. У человека за плечами полмиллиона морских миль. Кстати, сейчас он улетел в Сан-Тропе тоже на гонку. Набирать еще мили. Набирать еще мили. Я хотела спросить, считаются ли у него перелеты до места? Нет, нет, ни в коем случае. Ты понимаешь, то, что тебе пришлось пережить в 19-м году, не напугало тебя, а было частью твоего опыта. Я видела, конечно, я насмотрела твои интервью, начитала, тоже спасибо Сергею Штрифову, он подкидывал мне материалы. Понимаешь, вот этот момент, когда ты женщина одна посредине Атлантического океана и у тебя ломается мачта и лодка твоя неуправляема и самый серьезный и сильный мужик мог сломаться, потому что он не знал, что дальше. А здесь вот это компромиссное решение оставить лодку и выйти, ждать помощь уже на воду или оставаться до конца в ожидании придет ли помощь и знать, что мама тебя ждет и ты у мамы одна. Что за невероятный путь цепочки принятых решений в тебя тогда происходил? В тебе? Ну, во-первых, в такой момент ты в последнюю очередь думаешь о том, что ты женщина. Ты яхтмен, налодкин, ты человек, который столкнулся с критической ситуацией, и тебе эту критическую ситуацию нужно решить каким-то наилучшим образом. В такой ситуации действительно нужно взвесить очень много факторов. Потому что в какой-то момент после того, как я приняла решение все-таки покинуть лодку, меня это очень сильно голодало внутри, потому что чисто теоретически пока лодка на плаву, на ней можно куда-то дойти. Это как бы вопрос времени, вопрос безопасности, много разных вопросов, но чисто теоретически мог быть такой подход, что надо вот упереться, нужно обязательно на ней остаться до последнего, как капитан последним покидается. корабль, да, но это был тонущий корабль, это мачта. Кстати, это была буря, ветер, порыв ветра, волна, что это? Да, да, это был очень сильный шквал, ночью. это лодка, это 40... Это 6,5 метров. 6,5 метров, ты одна в океане. Я одна в океане. Ночью, да, огромное облако, огромный шквал, которого я просто не могла видеть, было абсолютно темно, и ветер усилился мгновенно с примерно 12 узлов до 45. Вот, и у меня оказалось, что есть скрытый дефект не в мачте, а в вантах крепления, причем не на палубе, а внутри, там, где ванты, вот специалисты поймут, о чем я говорю, где вант-путанце крепится к структурному элементу на лодке и выскочила из опрессовки стальной трос и прошел весь этот узел крепления прошел сквозь палубу, то есть разорвало палубу и мачта упала. То есть это вообще нестандартная как бы поломка мачты. Ночь, шквал, облако. Да. Я попала в брочинг, да, и медленно наблюдала, и наблюдала, как медленно, как мне тогда казалось, у меня в глазах все это происходило, медленно мачта падает. Да. Ну, все-таки каждый из нас, кто выходит на эту дистанцию, он периодически думал об этом. У каждого из нас есть этот страх. Есть основные страхи у яхтсменов. Это в первую очередь поломка мачты, вторую, это блэкаут, если у тебя не будет электричества, и ты не сможешь вести лодку на автопилоте, и ты не сможешь получать информацию с датчиков, что делать в такой ситуации, потому что один, ты же не можешь постоянно не спать. И третье, это поломка келя, потому что в этой ситуации лодка может опрокинуться, она скорее всего опрокинется. И четвертое, это столкновение с неопознанным объектом, например, каким-то контейнером, китом, чем-то еще, что может причинить пробоину. Ну, еще один момент, конечно, выпасть за борт. То есть, наверное, пять основных страхов. Если ты одиночка. Если ты одиночка. Ну, это даже страшно, если ты не один, да? Но в одиночку с этим встретиться совсем не хочется. У меня случилось три из пяти за мою карьеру. И теперь я уже немножечко философски к этому отношусь. Какие еще два? Баллон кокеля и блок-аут. Без электричества и без сна. До галлюцинации. Шикарная была история. За трое суток я смогла поспать, по-моему, четыре часа. То есть, фактически трое суток, да. Но это была другая история. Но когда я сломала матч, то это действительно была первая встреча с одним из самых серьезных страхов. И мне казалось, что это прям трагедия, честно скажу. И я просто начала делать то, что нужно делать в такой ситуации. С точки зрения безопасности я себя чувствовала нормально. У нас есть очень много всякого спасательного оборудования. Мы учимся заранее им пользоваться. Мы знаем, как все это будет происходить. Я очень переживала за гонку, потому что все-таки я два года строила этот проект своими руками. и я была уже на финишной прямой, можно сказать, и не финишировать, ну, это казалось, ну, как, вот оно... На тот момент это было дело моей жизни. Я не знала, что я буду продолжать этим заниматься, не буду. Мне нужно, мне хотелось, жизненно необходимо было это завершить. Я понимаю, что я вот не завершу. Вот. И казалось, что это действительно, вот, как дальше? Что дальше? То есть не пугало то, что ты в океане одна, не пугало неизвестность, как ты выберешься из этой ситуации. Это же не кино. А в кино, конечно, в мультфильмах прилетает голубой вертолет. Сускимо, да. А вот в этом, в этой ситуации то ли это должен быть какой-то большой корабль, то ли ты связалась с кем-то. Вертолеты же прилетают только на меньше, чем 500 миль от миль. Да, там зависит от вертолета, да, примерно 300-500 миль. Ну, в этой ситуации у нас был протокол, поскольку у нас нет связи с землей. Единственный вариант связи это был трекер, с которого можно было послать сообщение организаторам гонки и сообщить о том, что с тобой случилось. Но, поскольку я еще была не готова сходить с гонки, я еще собиралась построить аварийное джурик, это аварийную мачту, и попробовать поставить остатки парусов и все-таки попробовать делать какую-то скорость к финишу. И я все это сделала, то есть, как только я потеряла мачту, я тут же начала работать, работать, чтобы в первую очередь сохранить все паруса, поднять их на борт, второе, чтобы сохранить электронику, то есть, правильным образом отсоединить те кабели, которые идут в мачту, правильным образом это все как-то освободить, чтобы пыталась поднять еще мачту, остатки мачты на борт, но ситуация была очень большое волнение, и мачта на моей лодке она все-таки была тяжеловата, около 50 килограмм, и в одиночку это было трудно, поэтому мне пришлось ее ванты обрезать, даже не обрезать, а просто раскрутить там, все, не так трагично, как это может показаться, пришлось освободиться от мачты, и дальше я достаточно быстро установила гиг вместо мачты, но получилось всего там 3 метра от уровня воды, а мачта какого размера? мачта 12, 12, да, и я поставила те паруса, которые вот такая коротенькая мачта мне позволила иметь, я поставила аварийную антенну, чтобы я была видна проходящим судам, и чтобы я могла получать какой-то хотя бы сигнал по радио и по АИС, и со всем этим делом я все-таки двигалась в сторону финиша со скоростью, сначала мне даже понравилось, вначале у меня получалось там примерно 4 узла, пока еще сильно дуло, а потом, когда ветер начал немножечко скисать, было понятно, что два узла все-таки это очень медленно, я сломала мачту на удалении 1200 миль берега и со скоростью два узла, я считала, у меня даже в вахтином журнале были расчеты, сколько я пройду при вот таком прогнозе, при таком прогнозе, при таком прогнозе, хватит ли мне еды, хватит ли мне воды, и вот все эти факторы потом я взвешивала, когда принимала решение, и таким образом я дрейфовала 3 дня, прежде чем я решила, что все-таки вот я их взвесила и перевесила то, что нужно принимать решение сходить, и что нужно принимать решение покинуть плотку и попросить о том, чтобы меня забрало судно сопровождение. И что было дальше? Я, наверное, для меня важно сказать, почему такое решение было принято, просто люди, которые смотрят со стороны, им кажется, что это вот ты там один, да, и ты принимаешь все решения, это действительно так, но когда ты знаешь, что от твоего решения зависит в чем-то дальнейшая судьба этой гонки, если я, допустим, в какой-то момент должна буду активировать официально, нажать на кнопку дистресс и подать сигнал бедствия в координационный центр, и за мной должны будут высылать действительно судно или какой-то самолет с какими-то дополнительными, дополнительным оборудованием, и это станет как бы, ну, одним, еще одним прецедентом, когда человек, вышедший в море в одиночку, не справился и был вынужден попросить о помощи. Для меня это было неприемлемо, потому что это накладывает тень на гонку в целом. И я посчитала, что правильнее сообщить организаторам, правильнее воспользоваться судном сопровождения и дальше разруливать эту ситуацию, потому что она на самом деле на этом не оканчивается. И покинутая лодка, она может прийти, она может вернуться. И именно на это я рассчитывала. То есть я решила пойти по, скажем так, по пути, когда большее количество участников не то, что выигрывает, а... В благополучии. Да, в благополучии, меньше затронута. И, конечно же, поскольку связь с землей нам запрещена, связи с мамой не было. И мне только, наверное, в голове у меня крутилось, вот как она, она пожилой человек, и она видит, что да, у меня нету скорости, она знает, что случилось. У нее трекинг есть. Да, у нее есть трекер, как это, трекинг, да, она может смотреть, трекер у меня. И она знает, что я сломала мачту, но она не знает, что дальше, потому что дальше мне запрещено коммуницировать. Если я коммуницирую дальше, это значит, что я схожу с дистанции. И вот трое суток я не могла, я не имела права сообщать ничего или спрашивать ничего у организаторов гонки. То есть, по сути, я понимала, что моя семья за мной следит и не имеет никакой информации, кроме того, что у меня авария. И, в общем, взвесив все, я поняла, что самым правильным решением будет воспользоваться судном сопровождении. я посчитала, что это будет уже одно из последних судов сопровождений, потому что уже трое суток прошло, и нужно это делать сейчас, и это важно. Вот, именно поэтому. И я думаю, что именно это решение было правильным, потому что потом лодку мы смогли спасти, потому что организатор... она все-таки оставалась как можно дольше время видимой. Вот, это действительно очень помогло. И организаторы сказали, на самом деле, большое спасибо, что это произошло именно таким образом, что я поняла именно такое решение. Потому что другое решение... Они бы тоже это поняли, это тоже было бы принято, потому что когда ты находишься на воде один, ты имеешь право принимать те решения, которые ты принимаешь, да? Но это решение было, наверное, все-таки более... Ну, это еще больше интересует тебя, как спортсмена, что любил человек. И нужно все-таки понимать, смотреть на вещи немножечко более глобально и иметь какую-то глобальную стратегию, даже в критической ситуации. Это называется критис-менеджинг. Да, это называется еще уникальная частота помыслов, потому что действительно все здесь чисто. Нет никакой двойного мышления, задней мысли, лукавства или какой-то там стратегии, которая бы вывела, если бы там что-то было. Это не была гонка в погоне за миллионом. Нет, нет, абсолютно. И я считаю, что выждав три дня, я попробовала, я честно попробовала. Я построила аварийное оборудование и просто я рассчитала, что в данной ситуации надо принимать другое решение. Удивительно, вы уровни ответственности человеку. прежде чем мы заговорим о том, уже кратко, что нужно для того, чтобы ты приняла участие в Венди Глоб. Я понимаю, что Венди Глоб 2028, осталось совсем мало времени и сложно быть с подготовкой. Нам обязательно знать, объем подготовки нужно и объем вложений, потому что мы теперь за тобой смотрим. И люди здесь, на этом континенте, особенно русскоязычные, да и еще те, которые увлекаются парусным спортом, я уверена, захотят участвовать и в том, чтобы ты подготовилась и в том, чтобы ты участвовала в Венди Глоб. Правильно. Что за история, когда ты трое суток не спала и когда за трое суток тебе удалось поспать всего три часа? Мы сейчас эту историю расскажем, да? Эту историю расскажем. Про блокаут, да? История про блокаут. Это была, на самом деле, замечательная история, она мне очень понравилась. Замечательная история. Да. Потому что мне удалось встретиться с вторым страхом. Я думала, что это еще больше меня потом продвинуло в правильном направлении. История с блокаутом была, на самом деле, немножечко, ну, не глупой, но дурацкой. Что уж там говорить. У меня на лодке, я на тот момент арендовала эту лодку, я еще не могла ее выкупить. Это был мой первый сезон на прототипе, на мини, но на прототипе. И одна из первых гонок, вторая или третья, что-то такое. И у меня был для зарядки батарей генератор, дизельный генератор, который я должна была вытаскивать в копит, подсоединять двумя клеммами к аккумулятору, там все искрило, было замечательно. заводить и таким образом заряжаться там, ну, на протяжении какого-то времени заряжать свои батареи. Дополнительный источник заряда были солнечные панели. Солнечные панели работают только, когда есть солнце и не работают, когда солнца нет. И получилось так, что из-за дизельного генератора, когда он у меня был внутри лодки, поскольку я его не постоянно использую, он каким-то образом там как-то прилег на бочок и из него вытекло масло. И когда я его поставила, чтобы, собственно, зарядить, когда я поняла, ну, вот сейчас уже вроде бы пришло время заряжаться, я его поставила зарядить, я поняла, что я его дергаю-дергаю, он как бы вроде заводится, но не работает, потому что масла там недостаточно. И как бы я его не ставила максимально в горизонтальном положении, это все дело не работает и солнца нету, и солнце не предвидится ближайшие три дня. Вот. И я так подумала. И еще нам прогнозировали прохождение холодного фронта, соответственно, там циклон и достаточно серьезные условия. И еще недавно, как раз вот в предыдущей гонке за несколько дней ребята сходили именно по такой же причине, то есть это причина недостаток электричества. Вот. То есть я понимаю в такой ситуации, что у меня есть две батареи с 200 Ач, на которых мне нужно будет, чтобы у меня работал автопилот, средства связи, это радио ВИЧФ и АИС, то есть средства обнаружения, мои приборы, и все, я знаю, сколько все это потребляет, то есть я могу тоже опять же рассчитать. И понятно, что чтобы максимально сохранить хоть какую-то информацию о том, что я здесь присутствую, чтобы меня видели, да, это АИС, наверное, это безопасность, самое последнее, что надо отключать, чтобы сохранять информацию о ветре, чтобы нужно что-то постепенно будет выключать, да, и первое, что... Балласт сбрасывается. Да, да, сбрасываем балласты. Первое, что я отключала, это автопилот. Шла по звездам, в тангенцирку, или автопилот, это значит авторулевой. Да, да, да. То есть это значит, что я должна сидеть и физически находиться постоянно на палубе и рулить. И какое-то время я сидела и рулила достаточно долго, потом подустала, потом ветер стал дуть, ну, для непрофессионалов в нос, то есть я шла в лавировку, и это позволило мне делать небольшую передышку, потому что я привязала руль веревочками и поставила, просто создала такой баланс на парусах, что лодка шла самостоятельно. И я смогла отдохнуть буквально там пару часов до тех пор, пока ветер не стал меняться. Я постепенно отключала там, сначала это был автопилот, потом я выключила радио, потом все-таки я выключила АИС, оставила, GPS был последним, что я отключила, потому что мне нужно было иметь свою позицию на карте, да, вычислить ее можно, но это не так просто, да. На тот момент я находилась в Бескальском заливе, и не было видимости никакого берега. Вот, вычислять по звездам тоже можно, но это действительно очень объемное занятие. Ты так три дня ждала солнца? Я его не ждала, я шла свою гонку три дня, я в какой-то момент подумала, что может быть безопаснее будет сойти, и вот у меня есть возможность, пока у меня есть еще какой-то заряд, я могу идти перед штормом, я могу идти в порт, до него 80 миль, это там, ну, полсуток, да, около 12 часов, наверное, идти, и я подумала, хочу я или нет, и вот, как мне быть, вот с точки зрения безопасности, это самое правильное, но с точки зрения моих спортивных амбиций и с точки зрения того, чтобы встретиться с проблемой, это такой вариант немножечко в кусты, да, и я решила, что я хочу все-таки с этим встретиться, и в такие моменты, когда я принимаю такие решения, я все время думаю о тех людях, которые прошли это до меня, я знаю такие случаи, когда ребята ходили без автопилота, я знаю, что раньше все ходили без автопилота, в какие-то, да, старые времена, все ходили без приборов, все ходили без автопилота, и это не было проблемой, я подумала, а почему это должно стать проблемой сейчас, вот, это тоже не будет для меня проблемой, и да, я решилась, и вот я поспала немножечко во время лавировки, потом во время прохождения шторма я, естественно, сидела, наверху рулила, я промокла просто до нитки, у меня был непром, он был полностью полон воды, у меня были сапоги, там стояла вода, я не могла отойти от руля даже, чтобы покушать, чисто теоретически я могла отойти, то есть убрать паруса, да, лечь в дрейф, и пойти там отдохнуть, поспать, покушать, но я же в гонке, ну, в любых условиях это возможно, да, шторм, не шторм, это в любых условиях возможно, конечно, но я же в гонке, я решила, что я хочу бороться за результат, что все эти проблемы, они не должны быть проблемами, это как бы просто ситуация, давайте ее решать, как можем, и я достаточно долго рулила, я не кушала, у меня не было возможности уйти, и последнее, что оставалось, это мои координаты, я уже подходила к следующей марке, она была не очень далеко от берега, но она была в русле реки, и там было течение около трех узлов, когда я должна была туда прийти, нужно было обогнуть буй, и естественно, все, я подходила туда ночью, на тот момент, я не спала, по-моему, уже двое суток, и за какое-то количество миль до буя у меня случился полный блэкаут, то есть у меня батареи полностью выключились, у меня выключились навигационные огни, и выключился мой GPS, я больше не могла видеть позицию буя, я больше не могла знать, где я нахожусь, и перед тем, как это случилось, я уже видела, что ситуация критическая, я сняла последние координаты и поставила свою точку на карту, и дальше перешла на, собственно, полностью мануальное управление и на прокладку по карте. Буй я искала долго, потому что было очень много огней, были какие-то пароходы, и я не могла разобрать среди всего этого, вот какой именно буй мне нужно огибать, вот какой из этих огней это то, что я должна обогнуть ее, а мне было очень важно правильно пройти дистанцию, поэтому потом на своем трекинге я видела, что я такой дугой огромный зашла, вот, потеряла на этом. А тебе это удалось? Ну, мне это удалось. Это было опасно между кораблей, они же тебя не видели? Они меня не видели, но я поставила проблесковый огонь. А. На батарейках у меня был аварийный проблесковый огонь, я его достала, поставила, я их видела, вот, и этого было достаточно. И эта гонка была осуществлена, ты сделала это? Да, эта гонка была осуществлена, после того, как я обогнула буй, я, у меня была такая ситуация, я знала, что будет снова лавировка, я снова смогу привязать свои волшебные веревочки, поставить лодку в баланс, я смогу хоть что-то сделать. Я это сделала, я легла на курсы от берега, специально, чтобы, если я отрублюсь, если я засну, чтобы моя яхта ни в коем случае не пришла в берег. То есть, если она как-то будет маневрировать странно или что-то с ней случится, то курс был от берега. И в тот момент, когда я вот все настроила, я вспомню, я сижу внутри, я не знаю, за что мне браться, что мне делать. Я мокрая, холодная, голодная и хочу спать, как не знаю кто. И вот у меня был выбор, я не знаю, то ли мне хвататься за еду, то ли мне снимать с себя вот эту вот всю одежду, то ли мне тут же поспать полчаса или вот как-то, вот что, что первое. И еще у меня начались галлюцинации в этот момент. У меня на борту присутствовал второй человек, моя подруга тоже, девочка, с которой мы договорились, что я пойду посплю, полчасика она порулит, через полчаса меня обязательно разбудит. Получилось? Получилось, да. Все получилось. А подруга в курсе была, когда ты уже приехала и рассказала ей? Мне кажется, что это было мое какое-то альтер-эго. Вот, действительно получилось. И в той ситуации я сначала все-таки переоделась, потому что тело должно правильно отдохнуть, это очень важно. В такой ситуации я все-таки переоделась, договорилась с подругой, что мы с ней меняемся по Вахтово. У меня были часы такие, будильник не работал, на яхте у меня будильник работал от батареи. Но у меня были стартовые часы, где я могла просто смотреть время, но там не было сигнала будильника. И когда я проснулась, там было ровно полчаса. Полчаса. Прошло ровно полчаса, да. Она меня разбудила. Я такая, ну, вышла, посмотрела, что все в порядке, что все еще ночь, но яхта на курсе, я никуда не отклонилась сильно. Я поставила какую-то... Ну, ты идешь по счислению в такой ситуации на карте. Я как-то посчитала свою скорость, поставила дополнительную точку на карте и договорилась с подругой еще на полчаса. И таким образом я проспала, по-моему, еще два часа. То есть четыре раза мы с ней поменялись. И после этого я попушила, после этого был рассвет. И первый момент, когда встало солнце. И я тут же... И пришло солнце. Первые лучи солнца. Еще она была возле горизонта. Я вот так вот вертикально их поставила. И на моей яхте так настроено, что как только солнечная панель получает какой-то... Немножечко солнца, она тут же активирует. То есть приборы могут работать прямо от нее. То есть мы сначала включаем приборы, и потом уже идет заряд батареи. И этого хватило на то, чтобы у меня появилась информация о ветре. И чтобы я могла включить GPS, чтобы я могла уже поставить свою точку правильно, понять, где я нахожусь, оценить ситуацию. Но рулить я все-таки должна была вручную. Я не представляю твои ощущения, когда это заработало. Да. Я подумала, ты проснулась, а здесь как раз уже пришло солнце, и все включилось. Ощущение было, что мы точно дойдем. Тогда появилась уверенность, и еще сутки были гонки, и я понимала, что вряд ли я заряжусь за этот день сколько-то... Я знала, что ночью у меня будет еще один блок-аут, или, по крайней мере, что я не смогу рулить автопилотом. Я знала, что еще сутки мне придется не спать. Но была уверенность, что я дойду, и была уверенность, что я смогу получить достаточное количество энергии, хотя бы, чтобы иметь свою точку, хотя бы, чтобы включить АИС, чтобы видели меня, и на то, чтобы иметь информацию о ветре, и идти гонку не в аварийном состоянии, а с прицелом на какой-то успех. Но мне казалось, что я уже все проиграла. Когда я искала «Будем», мне казалось, что я уже там... не знаю... где-то в конце флота. И когда я пришла в порт, и я вижу несколько мачт-портотипов, их там штук шесть, я так расстроилась. Ну вот, блин. А потом оказалось, что ребята просто сошли, а я третья. Я тогда не могла поверить, что несмотря на все вот это... И тогда я поняла, что действительно этот подход, что это не проблема, это ситуация. И с этой ситуацией можно работать. Да, и не надо сдаваться. И то, что наши внутренние резервы, они реально настолько большие, что мы даже сами не представляем. Да, герои меня рождаются. Ты знаешь, очень хотелось бы сейчас, чтобы после как раз этой истории ты сказала, что нужно для того, чтобы ты участвовала в гонке в МД Глоб 2032. Это как Олимпиада, да? Получается, по 4 года. Если на 28-й ты не успеваешь, у тебя есть стратегия долгосрочная, и ты хочешь туда успеть. Это финансы, это лодка, это компании, это партнерство. Что нужно, и что у тебя уже есть? Ну, в первую очередь, ты правильно сказала, что это 4-летний цикл, и лодки нужно получать, заказывать, покупать, доставать примерно уже сейчас, чтобы успеть на гонку 28-го года. То есть на самом деле времени немного... 28-го или 22-го? 28-го. Еще можно успеть? Чисто теоретически. Если лодка у меня появится в следующем году, я думаю, что эта программа выполнимая. Какая должна быть лодка, и какие должны быть вклады? Есть какая-то компания, которая производит лодки, или которая владеет лодкой, может сказать, пойдем, и это будет промоушен этой компании, правильно? И ты будешь шкипером на этой лодке? У этих лодок, у них достаточно сложные правила постройки, поэтому это не может быть любая компания, которая просто строит лодки. Это должна быть определенная лодка, то есть это либо та, которая уже сейчас проходит весь цикл, то есть бывшенная лодка, грубо говоря, либо построенная новая. Строить новую сейчас немножечко поздновато, но купить бэушную может быть еще не поздно. Часть флота, большая часть флота уже распродана, я в этом точно уверена, но, возможно, какие-то лодки еще остались. Это возможный вариант, и для этого действительно нужен партнер, нужны деньги, нужно создавать команду, нужно создавать структуру проекта. Структурой проекта мы уже сейчас занимаемся. Но нужно действительно надежный партнер, вот это самое важное. Финансовый? Финансовый, да. Тот партнер, который заинтересуется, тот партнер, который увидит в этом потенциал, тот партнер, который поверит, тот партнер, который действительно захочет прожить эти четыре года, три-четыре года вместе. Или несколько партнеров. Или несколько партнеров. А какой сумме идет речь, чтобы было понятно, подъемный это одному партнеру или нескольким? Есть сейчас, наверное, минимальная стоимость проекта. Это со старой лодкой для того, чтобы просто набрать этот опыт, для того, чтобы просто пройти гонку в Индиглоб. Я думаю, поскольку цены у нас всё время меняются, ситуация развивается, я думаю, что такой проект возможно сделать примерно за минимум 3-4 миллиона. Тот проект, который я хотела бы сделать, его стоимость я оцениваю примерно в 17-18 миллионов евро. Это тот проект, который позволит ходить на фойловой лодке, который позволит бороться за подиум, я бы сказала. Который позволит быть тебе чемпионом. И который позволит действительно делать именно спортивный проект, а не приключенческий проект. Потому что приключенческий проект, он тоже хорош, но мне кажется, что я его немножечко, этот формат переросла. И мне действительно хотелось бы, чтобы мой проект Индиглоб был спортивным, чтобы это была современная лодка. Не какая-нибудь, а современная. Хотя на 28-й год я была бы согласна на фактически любую лодку, которая в классе и которая имеет право пройти эту дистанцию. Потому что вот этот сам опыт, он действительно неоценим. И сам факт того, что можно пройти вокруг света, пусть даже на не самые быстрые лодки, это большой-большой залог, это большая-большая база для следующего проекта 32-го года. То есть я всё равно... Я человек рациональный. И я не очень люблю витать в облаках. Я люблю мечтать, я люблю стремиться к своим мечтам и верить. Но я рационально расцениваю возможности и смотрю на ситуацию так, как она есть. Я понимаю, что это всё равно два проекта, чтобы показать результат, чтобы действительно... Нужно же набрать скорость, нужно набрать силу, нужно, чтобы вся эта машина заработала, 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 и потом рвануть. Когда ты на лодке и отходишь на старте, что ты говоришь или что говорят люди вокруг тебя, которые провожают тебя, что тебе мама говорит? Good luck, удачи, даёт тебе пинка под затыльник, обнимает тебя. Что делают для того, чтобы быть удачливыми в гонке? Это зависит от страны. Ну, например, в России будут желать 7 футов под килем и попутного ветра, безусловно. Во Франции не будут говорить слово кролик, я помню. Да, во Франции скажут «du merde», что значит. Что значит? Ну, что? Это не сенсорное? Да. О май гад, я только что это сказала! Я не могу это произнести в эфире. Хорошо, допустим. Что мы скажем в Нью-Йорке, чтобы тебя всё получили? Что мы скажем в Нью-Йорке? Наверное, поскольку мы говорим на русском языке, мы тоже пожелаем удачи и 7 футов под килем, попутного ветра. Попутный ветер для этого класса действительно очень важен, потому что только с попутным ветром они могут развить максимальную скорость. Удачи! 7 футов под килем и попутного ветра Ирине Грачёвой. Это Coffee Break. Я Юлия Евгеньевна, и я желаю, чтобы у этого человека всё сбылось. Спасибо. Спасибо.